Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Да не ломайся ты! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Убери пистолет! Убери пистолет психованное! Я сделаю все, что ты хочешь! Не смейте меня больше преследовать! Пожалуйста! Ну все, договорились! Как скажешь! А ты ж не собиралась стрелять, а? Ты ж просто поиграть хотела, зайка! К детективам обратилась Вера Круглова. Ее брат Евгений Лизунов пропал. А Вере пришло электронное письмо с видеороликом. Письмо позавчера вечером пришло, а я только увидела, но там не я. Подождите, вы успокойтесь. Сейчас будем разбираться. Так, смотрите, как называется. Я все видел, но в полиции пока ничего не скажу. Интригующе. А видеофайл уже прикреплен. У меня тоже серый пуховик, но это не я. Да-да, мы все видим. У вас на молнии и с поясом, а у девушки на пуговицах. А мужчина на видео – это ваш брат, да? Да, Женька. Евгений Лизунов. И у него постоянно проблемы с женщинами и с деньгами. За что же брата-то завалили? Ну, подождите-то, ну почему сразу завалили? Да, выстрел есть, но не фарш, что завалили. Что там произошло, непонятно. Встаньте, пожалуйста. Встаньте, встаньте. Что, вы меня в полицию? Какой рост у вашего брата? Ну, около метра девяносто. А у вас? Метр шестьдесят два. Ну, вот на видео женщина явно выше, чем вы. И у нее платок шелковый, дорогой. У стрелявшей был пистолет. Ну, в смысле, не револьвер. Гильза должна быть. Найти бы. Жалко, места не знаем. А Женька, Женька-то где? Он на телефон не отвечает и в квартире его нет. А ваш брат, он один живет? У него своя квартира? Да, своя. У вас есть ключи от квартиры? Есть. Его точно убили. Ладно, тогда делаем так. Мы сейчас с вами едем вместе, осмотрим его квартиру. Вы пока остайтесь здесь. Прошу. Проходите, пожалуйста. Ой, вы извините, тут всегда такой беспорядок. Женька просто ураган. Может взять, сорваться и улететь на Мальдивы. А потом пишет, мне так понравилось, останусь еще на недельку. Ага, вышли денег. А где он работает? Да он турбюро заведует. Мне так все это надоело. У меня же дети, я учительницей работаю. Последний раз, когда он ко мне на работу пришел в школу, деньги просить, я его просто выгнала. Подождите, не убирайте, дайте я посмотрю. Да, конечно. Извините, я вещи отнесу. Ну что, Алексей Викторович, есть что-то? Ну, билеты все использованы. Пока у меня никаких вариантов, где может находиться ваш брат, нет. А в ванной кран перекрыт. Женька всегда воду перекрывает перед отъездом. Значит, уехал. Извините, я открою. По оперативным сводкам никакого огнестрела нет. И в клинике никто похожий на Лизунова не поступал. А вот видеозапись настоящая была отправлена с анонимного ящика, который был создан за пять минут до отправки. То есть специально для шантажа. А знаешь, почему все ходят в сером? Радоваться не умеют. Ну, некоторые просто не заморачиваются. Кстати, я нашел, из какого сегмента сети было отправлено видео. Ну, сегменты это хорошо, нам бы адрес. Да без проблем. Крэкс, фэкс, пэкс. Школа номер шесть. Подожди, наша клиентка Вера работает в школе номер шесть. Давай сюда Лизунова. Не пущу его, нет. А мы сейчас проверим. Не смейте. Тихо, тихо, тихо. Ты кто такой? Те что от него надо? Он где от Голга? Кому? Тебе что ли? А ты че? Мен, чтобы я тебе отсидывался. Его зовут Галышов Илья Вадимович. И у него почему-то записан адрес Жени. Я коллектор. Ну какой ты коллектор? Ты хулиган, пока еще мелкий. Пятнадцать суток получишь за это. А не угомонишь, что ты срок можешь схлопотать. Понял, коллектор? На, держи. Да. Из школы? А у вас есть в школе недоброжелатели? Да нет, вроде бы. Вот только географ обижается. Он рассчитывал на ставку по информатике, а ее мне отдали. Угу. Ну тогда выезжай, встретимся уже в школе. И собери мне информацию на Галышова Илью Вадимовича. Он тут у себя брутального коллектора изображает. Давай. Да, Алексей Викторович, я кстати нашел информацию по Галышову. Официально он работает сторожем на автостоянке, а по факту занимается вымоганием долгов. Два раза привлекался за хулиганку, кличка Заноза. Ну, значит он работает на каких-то полулегальных ростовщиков. И если он первый доберется до нашего фигуранта, то будет плохо. Что там в журнале посещения? А нам нужен позавчерашний вечер, да? Да. Все, я нашел. Письмо отправили отсюда, из кабинета информатики. Ну, здесь никого не было. Вот посмотрите, нет подписи. А все ключи у охранника в сейфе. Он без подписи не выдаст. Ну, не знаю. Кто-то же за компьютером сидел. Даже скажу больше. Играл. Ну, кстати, название знакомое. Я тоже эту игрушку люблю. Ну, в общем, у вас здесь безопасности никакой. А может быть охранник сюда заходил? Да нет, это исключено. Он в компьютерах еще хуже, чем я, разбирается. Я вообще эти компьютеры, если честно, терпеть не могу. И ученики издеваются, если б не лишняя ставка. Алексей Викторович, а он здесь не один вечер сидел. Смотрите. У него четкое расписание. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Кто? Кто может совершенно спокойно заходить в школу? Я не знаю. Школьник. Школьник, который здесь все знает. В кабинете надо делать засаду. Нам понадобится ключ от кабинета, и надо договориться с охранником. Хорошо. Помощница детектива приехала на работу в офис Лизунова. Но офис туристического агентства был закрыт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, господи! Смотри, куда идешь! Ой, я хотела узнать, в том офисе никого сегодня не было? Ничего я не знаю, у меня своей работы полно. Хотела кофе глотнуть и вот, половина осталась. Ну, давайте я вам новый куплю. Ну, пожалуйста. Алло, Алексей Викторович, в офисе все заперто. И, кстати, у девушки из соседнего офиса такой же платок, как на видео. Детектив установил наблюдение за компьютерным классом в школе, где работала Вера Круглова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так. Ну, вот и шантажист. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы кто? Совесть твоя неразбужная. Я сейчас полицию вызову. Валяй. Заодно ему объясни, что ты здесь делаешь ночью. И откуда у тебя ключ? А можем с тобой поговорить по-нормальному, у кого взрослые люди и разойтись? Нифига себе. Детектив, мне-то это за вас убили. А вы ключ отдадите? Нет, ключ я отдам твоей учительнице. А ты мне все-таки расскажи, что ты здесь ночью-то делаешь. Дядя Костя, отчим мой, ком подобрал за две пары по географишу. Ну, вы сами посудите, где география, а где ком. Ну, это конечно, да, я с тобой согласен. А ключ у тебя откуда? Верка училка отдала сдать на вахту. Оттуда слесарки недалеко, вот я сбегал и... А теперь расскажи мне про видео, которое ты отправил на компьютер учительницы. Нет, нет никакого убийства. У учительницы Веры Кругловой пропал брат Евгений Лизунов. В тот же вечер Вере прислали видео, где похожая на нее неизвестная женщина стреляет в Лизунова из пистолета. Но непонятно, чем закончился инцидент и жив ли Евгений. Детективы выясняют, что письмо отправлено из школы, где работает Вера Круглова. А я про убийство сейчас тебе ничего не говорил. Сам ты спалился, дружище, так что рассказывай. Мне училка пару за самостоятельную по информатике поставила. Хотя я в сто раз лучше нее шарю. А она серьезно убила? Да она, видимо, вообще совсем другая женщина. А мужика я, кстати, знаю. Он вчера с Веркой в школе из-за денег ругался. Значит так, завтра после уроков покажешь мне это место, где видео снял, понял? Да. Сейчас собирайся и домой. Зовут тебя как? Цыпа я. О, Андрей Цыпушкин. Давай, собирайся. Шевелись, Андрей, куртку бери. Вот туда, по дорожке. Так ближе был по школьности этот объект. Фиг знает. Я же ногами хожу. А можно я тоже гильзу поищу? Знаете, как я круто в играх секреты разные нахожу? Ага. Показывай-ка я, куда дальше искать. Вот здесь она стояла. А мужик здесь. А она в него целилась. А мужик испугался. А потом на него попер. А потом она выстрелила. Выстрелила. И что дальше? Что дальше? Драпанул я. Что, дурак, что ли, оставаться ждать, пока меня застрелят тоже? Ну, что-то не похоже, чтобы здесь кто-то кого-то застрелил. Но если бы выстрелил, должна быть гильза. Надо гильзу искать. Надо. Оставайся здесь. Ищи гильзу. А я поеду в туристическое агентство Лизунова. И я останусь. Ага. Я тут все перерою. Понятно. Присмотри за этим любителем, да. Его бы энергию на мирных целях. Ой, а вы уже уходите? Все, закрылись? Начальника нет. Болеет. Если вы что-то хотите присмотреть, вот наши проспекты. Я с вашим начальником просто договаривался насчет экскурсии. У нас на фабрике почти 100 человек. Мы хотели проехать, ну, по Золотому кольцу. Суздаль, Владимир, Углич, понимаете? Почти 100. Я ничего не слышала. Давайте сейчас начальнику вашему позвоним. Нет, я сама. Вот, возьмите визитку. Перезвоните через пару дней. Ну, чтоб лишний раз не ходить. До свидания. Попалась. Алло, Алексей Викторович. Я нашел гильзу. И я тоже помогал. И я. Ну что, хорошая работа. Ну, давайте встретимся через полчаса. Да, и надо будет потянуть ниточку насчет платка. Понял. Погнали. Детектив решил вернуться и поговорить с сотрудниками соседних офисов на работе у Евгения Лизунова. У нас интернет-магазин, и здесь товаров мы не держим. Ой, как жалко. А вот у вас такой красивый платок, вот такой бы я точно купил бы. Правда, прелесть? Наш шеф заставляет носить что-то вроде униформы. Кстати, отличный подарок для вашей жены будет и для тещи. Вот, расцветочки. Ух ты, как дорого-то у вас здесь. А не знаете, рядом помещение никто не сдает, у меня друг для фирмы ищет. Конечно, дорого, стопроцентный шелк. А другу своему скажете, у нас на четвертом этаже офис пустует. И тут еще туристическая фирма. Правда, они почти разорились. А я, кажется, знаю их руководителя, его фамилия Лизунов. Пиявку-то? Противный тип. Прилип к моей коленке, как банный листка. Ой. Смотрите, я бы вот такой бы заказал. Ага, сейчас отмечу. К Олеське-то Осиповой. Ходит каждый день, таскается, прямо проходу не дает. То билеты в театр, то цветы. Там смотреть-то не на что. Одевается, как Машка. Серенькая, что-то черненькая. Страсть. Ну, а если это любовь? У Олеськи-то у нашей муж есть. Он узнает, голову ей оторвет. Она вон на той неделе даже на лестнице плакала. А я? А я с Валерьянкой бегала. Вот ваша сумма. На какое время курьера вызывать будем? Лучше на первый план уйти. Угу. Ладно бы, хоть на Регинку он глаз положил. Тетка у него в офисе работает. Кулик. Тоже ворона невзрачная, но... Спит и видит, как бы замуж выйти. Осипова Олеся Ивановна. Ты мне скинь ее адрес и телефон. Хорошо. Сейчас скину. Так. А это еще кто за нами тут едет? Ты че, псих что ли? Я по своим делам еду. Че ты мне сказки рассказываешь? За мной катаешь, что я Кальзунова у тебя привел что ли? Слышь, мужик, тебе за свою работу платят. А мне за свою. Может давай разойдемся по-дружески, а? Слышь, заноза, ты у меня не друг. Садись давай, не попадайся больше. Давай, давай. Наташа, ты сигнал видишь? Да, вижу. Он свернул на лесную. Это Галышов? Да, да. Присматривай за ним, как бы он дров не ломал. Дима, а тебе надо будет понаблюдать за сотрудницей Лизунова, Региной Кулик. Она что-то не договаривает. Понял. А гильза нужна? Конечно, нужна. Давай. Ну вот, теперь, кажется, все понятно. Вере Кругловой прислали видео, на котором в ее брат Евгения Лизунова стреляет неизвестное. Алексей Насонов выяснил, что видео снял на телефон ученик Веры, но мальчик не видел, чем закончился инцидент. Охоту на Лизунова также ведет и коллектор Галышов. Детектив узнает, что в последнее время Лизунов настойчиво ухаживал за некой Олесей Осиповой. Просто скажи! Насонов решил поговорить с Олесей. Леся! Леся! Куда? Остановите ее! Дура ты, Леся! Не хочешь говорить, не надо. Мерзнуть зачем? А вы не Олесей Осипова? Что с ней сделаешь? А вы к Олесе по какому вопросу? Я в командировку мотался в Казань. Приезжаю, лезу в сейф. У меня пистолет романтический. Смотрю, патрона не хватает. Вы видите, что творится? Ты кого-нибудь убила, что ли? Да никого она не убила. Патрон был холостой. Вот гильза. Валерианка нам понадобится. Сам знаешь, что патрон холостой. Это ж я заряжал. Ну разве ж это разговор? Ставьте чайник. Выполняя задание детектива, помощник наблюдал за Региной Кулик. Алло, Алекс Викторович. Регина купила две мужские рубашки, крем для бритья и одеколон. А сейчас зашла в парикмахерскую. Да, понял. Он приставал и цветы эти. А я ни повода, ни намека ему не давала. Он меня у лифта подкарауливал, у выхода на работе. Я на работу боялась ходить. Ну вы не переживайте, это же не ваша вина, это вина Лизунова. Денис, подожди, я обработаю. Почему ты мне ничего об этом не говорила? Я убью этого Лизунова! Потому и не говорила. Ты убьешь, тебя посадят, а я. Видите, что творится? Как тебе вообще в голову пришло взять пистолет? Это же посудное дело! А вечером, когда я тебе звонила, меня какой-то дурак за руку схватил. Я вырвалась, но телефон потом пропал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас посмотрю, Алексей Викторович. Так... Регина Кулик... Нет, она не замужем и никогда не была. Ты посмотри в социальной сети, о чем напишешь, чем интересуется. Да, тут банальности какие-то. Я поняла, надо ждать и надеяться, и все обязательно сойдется и сбудется. Такое вам подойдет? А я знаю, где Лизунов. Ты мне адрес Регины пришли. Хорошо, сейчас. Ненавижу. Ой, а давайте я вам помогу. Я Евгения Лизунова ищу, я знаю, что вы его прячете. А вот я с ним разговаривать не желаю, так ему и передайте. Машина с заноза полтора часа простояла во дворе Регины Кулик. Ну, может, живет поблизости? Да нет, на другом конце города. Да... Непонятно. Слушай, а может быть, он тоже выследил Лизунова и узнал, что он на квартире у Регины живет? Ну, подумаешь. Алексей Викторович его в два счета заломает, если что. Я его любила. Где он прятался, когда припекало? У меня. Нашел себе запасной аэродром. А сегодня? Получил смс-ку от своей девицы и умчался, роняя тапки. Жестокий роман. Вот. Даже телефон забыл. Взгляните. Зайка. А давайте я телефон владельцу передам, ну когда найду его. И вот этого тоже ему передайте или вы мусор выбросите, мне все равно. О! Алексей Викторович, заноза выследил Лизунова, я уверена. Алексей Викторович говорит, чтоб ты ехал к гаражам и там встретитесь. Вау! Намечается интересный вечер. Дима! Да ладно, ладно, еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его потерял, выезжай на кирпичную. Наташа, давай, веди нас. Преступник едет по Гагарина. Дима, а ты где? Да, Алексей Викторович, я еду к вам по Советской. Сейчас буду поворачивать. Преступник свернул на толхозную и, похоже, движется к выезду из города. А вот это плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где он? Я думаю, там. Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встаем. Спасибо, спасибо. Псих! Да я только попугать хотел. Ну, дурак. Сам СССУ 26-ю подписал. Я в полицию не поеду. Вот это уже от желания потерпевшего не зависит. Дима в машину. Идем. Сейчас приедет полиция, заберет этого деятеля. А как же я домой доберусь? Какой домой? Сейчас пойдем все вместе в полицию, писать показания, объяснения давать. Да, и еще. Кредит, на самом деле, это дело ваше, но у сестры деньги тянуть больше не надо. Я от Олеси советую вам отстать. А то попадете посудить на статью уголовного кодекса. Понятно? Да. Садитесь в машину. Алексей Викторович, а 119-й-то не получится. Угроз не было. Ну, а он-то откуда-то знает. Лизунов расплатился с кредитами. Вера отказалась от преподавания информатики. Регина зарегистрировалась на сайте знакомств. Галышов находится под следствием. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А что у нас происходит-то? Игорь Петрович, это Марина Кламогорова. Она хотела с вами поговорить и вдруг ей стало плохо. Я сейчас скорую вызову. Ну что, ну-ну-ну-ну. 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 Молодец. Давайте. Не надо, не надо скорую. Мне уже лучше. Извините, пожалуйста, что так вышло. Понимаете, я просто в положении, наверное, из-за этого. А что случилось-то? Вчера... Вчера мой муж достал из почтового ящика анонимное письмо. Там фотография. На фотографии я в обнимку со своим одноклассником, Андреем Подшиваловым. Это просто дружеское фото, ничего такого. Ну... Олег, он ничего не хочет слышать. Требует развод. Ну, это просто абсурд. Ну, Андрей, он ведь одноклассник, он друг детства. Живет он в Хабаровске. Приезжал сюда в командировку. Позвонил перед отъездом, попросил показать город ему. Ну, я по дороге зашла в клинику. Взяла анализы. Поделилась с ним этой радостью. Тогда нас и сфотографировали. Так. Спасибо. А давайте мы с вами уточним. Какого рода помощь вы от нас ждете? Ну, я... Я очень хочу вернуть доверие своего мужа. И, конечно, привлечь к ответственности автора этого письма. Конечно, хочу узнать, как вообще посторонние могли узнать о моей беременности. Ведь об этом знала только я и врачи клиники. Дело такое деликатное. Я не пошла в полицию. Я понимаю. Скажите, у вас врагов нет? Может, вы с кем-то ссорились, конфликтовали в последнее время? Ну, знаете, сейчас... Сейчас на ум приходит только бывшая жена Олега. Лариса. Лариса Максимова. Она не раз мне угрожала. Даже... Даже на работу мне звонила. Ругалась. Но в последнее время она как-то угомонилась. И я даже как-то вздохнула спокойно. Понятно. А ты все записала? Да. Надо проверять. А кто еще мог знать о ребенке? Вот друг ваш знал? Они с вашим мужем знакомы? Нет. Они не знакомы. Олегу я ничего не рассказывала про встречу. Он страшно ревнивый. Понимаете, они с прошлой женой развелись. У нее роман был с коллегой. После развода ребенок остался с женой. И Олег видится с сыном только по выходным. Лариса чаще не разрешает. Что ты мне опять? Все, я скорую вызываю. Я сам отвезу. Скорую пока дождешься. Сейчас я одеваюсь. Скажите, а сколько лет сыну вашего мужа? Антону? Ему 16. Хороший мальчик. Мы с ним подружились. Правда, мне эта дружба боком вышла. Это как? Вы понимаете, на прошлой неделе мы с Антоном перезванивались несколько раз. Втайне от Олега. Он просил денег в долг. Умолял ничего не рассказывать родителям. Я обещала молчать. Олегу показались эти звонки подозрительными. Он решил, что я звоню любовнику. А вы давно замуж? А муж чем занимается? У Олега сеть мастерских. Автосервис. А когда год назад мы поженились, он настоял, чтобы я бросила работу. И еще, знаете, наша соседка Нина, она дружит с Ларисой. Мне кажется, она за нами шпионит. Постоянно вынюхивает, кто к нам приходит. Представляете, недавно даже пыталась залезть в наш почтовый ящик. То есть вы думаете, что она могла написать письмо, чтобы своей подруге мужа вернуть? Ну, с нее останется. Она меня терпеть не может. Представляете, у нее недавно умирала кошка, так она заявила, что это я ее отравила. Так, 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 спокойно, спокойно. Потерпите чуть-чуть, уже вот больница рядом. Заявились? Юрий Петрович, адрес фирмы Калмагора мы узнали. Медос есть или вы сами сгоняете? А что случилось-то? Марина ребенка потеряла. Какой ужас. И как она? Ну, в общем, как я понял, психологическое ее состояние хуже, чем физическое. Но врачи говорят, после обеда домой отпустят. Ладно, я поеду пообщаясь с ее мужем, ты попробуй поговорить с его бывшей. А ты в клинику, поищи свидетелей, посмотри, как у них работает система защиты информации о клиентах. Поехали. Детектив? Странно. Я понимаю, еще бы она наняла адвоката для раздела имущества. А вы думаете о своей жене хуже, чем она есть на самом деле? Марина как раз хочет найти того, кто послал вам это письмо и фотографии. Она не хочет развода. Ваше присутствие ничего не изменит уже. Есть факт измены моей жены. Я никогда не прощу ее. Все. А вы не допускайте, что жену вашу просто оболгали? Со слов Марины фотографии сделаны при вполне невинных обстоятельствах. Просто автор письма все извратил. Кстати, у вас остались эти фотографии? Да. То есть, мой-то хотел бы взглянуть. Конечно. Я хотел выкинуть, но не успел. Я уж прохожу через такое и не хочу снова быть посмешищем. Поздравляю со скорым прибавлением, врагоносец. Твоя жена ждет ребенка от своего молодого любовника. Ну, вообще-то читать анонимки – это себя не уважать. Ну что, на фотографиях все невинно, по-дружески. Все так, как говорила Марина. Вы просто все бурно восприняли. И в результате Марина в больнице. Как в больнице? Вы из меня монстра делаете, да? Здесь я жертва, а не она. Жертва? Жертва ваш неродившийся ребенок, который уже никогда не родится. Марина ребенка потеряла. Как потеряла ребенка? Это вообще не мой ребенок. Мне все равно. Своим расследованием я попытаюсь доказать, что ваши слова ошибочны. Я это могу забрать? Да, забирайте. Да, еще одно. Может, кто-то желает вам зла? Ну, есть у вас недоброжелатели, враги? Нет, кроме моих жен. Остальные люди со мной в прекрасных отношениях. Всего доброго. До свидания. Алло, Игорь Петрович, ну Лариса как сквозь землю провалилась. Дома никто не открывает. Сосед сказал, что она неделю назад села в такси и куда-то уехала. А на работе мне сказали, что она в отпуске с прошлого понедельника. Плохо. Попробуй Ларису разскать через ее сына. Он, по-моему, учится в сорок шестой школе. А ты поезжал к Колмогоровым. Поговори с соседями. Да, хорошо, я поняла. Антон, Колмогоров. Поговорить можно? Одну минутку. Да, а что случилось? Слушай, может я пойду? Подожди, надеюсь это не долго, у нас 15 минут до конца урока. Буквально пару минут. Мы не можем найти твою маму, это очень важно. А кто это мы? Ну я и моя клиентка. Колмогорова Марина Александровна. Марина? Они же вроде с мамой не общаются. Что-то с отцом? Да нет, с отцом все в порядке. Ну скажи мне, где найти Лариса Петровна? Она сейчас в отпуске, просила никого не беспокоить. А что, у Марина какие-то проблемы? Да нет, ну в общем да. Она поругалась с твоим отцом, попала в больницу. Она ребенка потеряла. Ребенка? А мне даже не сказали. Да просто не успели тебе ничего сказать. Марина за тебя очень переживает. Она сказала, что ваши договоренности с ней все в силе. Марина Колмогорова обратилась к детективам с просьбой найти автора анонимного письма с фотографиями и спасти ее доброе имя. По ее словам, компрометирующие снимки были сделаны в тот момент, когда она узнала о беременности и просто поделилась радостью со старым приятелем. Детективам предстоит выяснить, кто и с какой целью решил оклеветать Марину. Слушай, может тебе помощь нужна, а? Да нет, а я могу Марину навестить? Навестить? Ты мне лучше оставь свой номер телефона. Я сегодня буду у Марины, я у нее спрошу и тебе позвоню. Только у меня блокнота, ни ручки нет. Ну есть. Да, и тогда сразу напиши свое имя и фамилию, а то у меня на имена, честно говоря, память не очень. О, все, я тебе позвоню. Ага, до свидания. Бедная Марина, уверен, что отец виноват. Слушай, я не понимаю, ты чего вообще эту Марину защищаешь? Тебе маму не жалко? Это из-за нее они с папой расстались. Да мать сама виновата. На месте отца я бы тоже ее бросил. Слушай, у меня вообще родители алкоголики. Что мы говорим? Твои, мои, оба хороши. Кстати, именно Марина согласилась нам помочь. Ну, я про деньги. Ты, кстати, что-нибудь нашла? Так, все. Пошли. О, Антон, чуть не забыл. Вот тебе визитка. Ну, если вдруг помощь тебе понадобится. Или мама твоя захочет с нами встретиться. Вот теперь точно все. Ага. Помощница по заданию детектива проводила опрос соседей в доме Калмогуровых. А что вы делаете? Ой, Милочка, как же вы меня напугали-то. Вы кто такая вообще? А я... А, так вы, наверное, наша новая почтальонша. Да. Ну, вы же не будете против. Я просто подрабатываю. Знаете, не хочу, чтобы знали соседи, поскольку такое... В общем, такая организация – это агентство знакомств. Угу. Ну, и не хочу, чтобы знали. Понимаете? А, вы знаете, я вот Афанасьева из 321-й, а мне нет письма? Я из-за границы жду. А, вы знаете, вам пока ничего не приходило. А сейчас почта проводит соцопрос о своей работе. У вас есть какие-нибудь замечания или, может быть, пожелания? Ну... Ну, все нормально, в общем. А, вы знаете, ваши соседи из 322-й квартиры жалуются, что кто-то к ним все время залезает в ящик. Да это подростки, точно-точно вам говорю. А вот то, что касается этих соседей, я вам могу сказать, что это очень нехорошие люди. А вот, вы знаете, я бы на вашем месте этим соседям не доверяла. Ну, они люди плохие. Ну, кошку мою отравили. Манечку. Маринка эта новая хозяйка. Ну, кошка вышла на балкон. Случайно. Они ее отравили. Изверги. Ой, как жалко. А сколько лет ей было, вашей кошке? Да ей было уж 13. Ну, такая буйкая была. Ну, вот Лариса, бывшая жена Калмогорова, замечательная была женщина. Ну, он ведь подлец ее бросил. Ну, а молодой женился на Маринке. А это... А потом, знаете, я ей сочувствовала. Я ей очень сочувствовала. Ну, теперь у нее все хорошо. Вот. А Антон-то их сын. Тоже ведь непонятно, с кем связался, с какой девкой. Я задерживаю, наверное, на вас. Нет-нет-нет, что вы. Это моя работа. Ну, в смысле проводить соцопрос. А хотите, я вам позвоню, когда придет ваше письмо заграничное? Да. А вы мне можете только записать ваш номер телефона? А я его не знаю. Он у меня на бумажке дома записан. Вы знаете, моя племянница, она бросает мне деньги на счет. А вот... Я даже смски отправлять не могу. Ой, а давайте я посмотрю. Я думаю, он есть в базе самого телефона. Ну, пожалуйста. Держите. Угу. Я тогда посмотрю, а вы запишите, хорошо? Тем временем помощник приехал в центр планирования семьи, где во время беременности наблюдалась Марина Калмогорова. О, ты уже здесь. Да. Молодец, быстро управилась. Ну что, есть результаты? Да, есть. В общем, в доме Калмогоровых Ларису давно никто не видел. Но я знаю, куда она уехала. Ну, я прошерстила сайты авиа и железнодорожных услуг и выяснила. Ну, и куда она поехала? В Москву. А из Москвы в тот же день вечером должна была улететь в Париж. В Париж? Да. А еще мне удалось поговорить с ее подругой. Ну, в которой соседка Марины, Афанасьева. Угу. И она мне сказала, что ждет письмо из-за границы. Угу. Я даже взяла образец ее почерка. Ну, знаете что, вряд ли она смогла сделать фото. Почему? Ну, потому что у нее телефон такой старый, без фотокамеры. Да она им пользоваться толком не умеет. Ну, все равно экспертизу надо сделать. Так, вот здесь оригинал записки. А вот здесь образец почерка Антона Калмогорова. Проверяй. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Коль. Алло, Игорь Петрович. В общем, я поговорил с персоналом клиники. Они утверждали, что данное пациент их никому не дает. Компьютер запаролено. Наша клиентка никто не интересовался. Вероятно, за Марииной следили. Ну, а камера-то у них есть? Да есть одна, но она над дверью. И угол обзора поэтому небольшой. А место, откуда делается фотография, не видно. Ну, ладно, давай работай в том же направлении. Хорошо. Оп. А вот это уже интересно. Здравствуйте. Вам чем-нибудь помочь? Что-нибудь подсказать? Здрасте. Да нет, спасибо. Вообще-то я к вам с просьбой. Я заметил, что на стене магазина камера висит. Она рабочая? Конечно. А вы почему интересуетесь-то? Да дело в том, что позавчера с женой приехали в клинику, которая рядом-то находится. Ну, и я машину оставил. Возвращаюсь максимум через час. Зеркала разбиты, двери поцарапаны. О машине всего три месяца, представляете? Даже страховать не успел. Вот теперь хоть плач. Полиция, сами понимаете, вряд ли кого найдет. Переменная Марина Калмогорова обращается к детективам за помощью. Ее мужу кто-то прислал анонимку, обвиняющую Марину в измене. Из-за этой анонимки брак Калмогоровых под угрозой. Марина теряет ребенка. В ходе расследования подозрения детективов падают на сына Олега Калмогорова от первого брака Антона и его девушку Маргариту. Ну что, Марина уже дома, я только что с ней поговорил. Ну что, совпали? Нет, писали разные люди, а листочки абсолютно идентичны. Держу пари, что это вырвано из одного блокнота. Из одного блокнота? Слушай, а ведь Марго давала свой блокнот Антону, чтобы он мне написал телефон, а? А Афанасьева неодобрительно отзывалась о подружке Антона. Я думаю, надо установить наблюдение и за Маргаритой, и за Антоном. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Господи, ну Олег, ты почему трубку не берет? Да какой-то кошмар просто, я не могу больше. Марина, ты объясни. Брак, ребенок, теперь еще это. Марина, успокойтесь, объясните толком, что случилось? Простите, это гормональный сбой. Перед вашим приходом мне позвонил Антон. Сказал, что Марго заперлась в ванной с пузырьком снотворного. Полчаса уже не открывает. Я никак Олегу не могу дозвониться. Я не знаю, что на нее нашло. Она, конечно, проблемный ребенок, но такого еще никогда не было. Так надо вызвать полицию или скорую? Да я боюсь их вызывать. Они же ее на учет в психбольницу поставят. Ладно, вы не переживайте, садитесь, не переживайте. Я сам все решу. Вы посмотрите диск, там есть видеозапись, и на ней видно, кто за вами следил. Если вообще кто-то за вами следил. Вот. Да не могу я посмотреть. У меня дисковода нету на ноутбуке. Да, Коль, что там у тебя? Угу. Так. Понял, понял. Убери наш старой ноутбук, дуй к Марине, Коля там. Покажете Марине запись. Если что-то интересное есть, сразу звони. А я к Антону, у нее что-то случилось. Хорошо. Марго! 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 Спасибо, что приехали. Я сломал замок, а она постоянно засыпает. Марго, ей нужно рвоту вызвать. Давай-ка ее в ванную. А ты скорую вызывай. Так, сейчас отмотаем на нужное время. Вот. Кажется, это то, что нам нужно. Да, это я с Андреем. А это... О, господи. Вы ее знаете? Ну да, это... Это же Марго. Ну девушка Антона. Ничего себе. Кажется, она вышла из клиники незадолго до вас. Интересно, что она там делала? Надо проверить. А вы помните телефон клиники? Да, конечно. Дань, что там у тебя? Игорь Петрович, у нас все нормально. Анонимку и фото подбросила Марго. Она, кстати говоря, посещала ту же клинику, что и Марина. А еще мы дозвонились Олегу, он скоро к вам приедет. Ну, спасибо. Понял. Ладно, я со скорой разберусь. Тогда сам тебе перезвоню. Давай. Спасибо вам большое. Если бы не вы... Я не знаю, что случилось. Мы просто разговаривали. Она психанула, схватила таблетки и убежала. Как вы думаете, это могло повлиять на... На что повлиять? Или на кого? На кого? Ну, что повлиять? На ребенка? Да. Марго беременна. Мы как раз в ней разговаривали об этом. Я сказал, как бы было удивительно, если бы Марина не потеряла ребенка и наши бы дети были бы ровесниками. Не нужно было этого говорить. Ты ни в чем не виноват. Ты, может, и первый раз скажешь, зачем тебе деньги-то понадобились? На аборт. Когда я предложил Марго это, она очень сильно разозлилась. Ну, а вы представьте, мы еще в школе учимся, а мои родители... Сколько шума будет. Даже Марина не поймет. И все Марго ненавидят из-за ее родителей. Да, кстати, твоя от мамы где? Во Франции. Она к мужику поехала. Они по интернету познакомились, и он ей приглашение оформил. Блудная мать у меня. Мне стыдно было говорить. Так, что случилось? Марина сказала, что... Антон. Пап, все хорошо. Марго уже лучше. Тебе лучше сейчас с Мариной быть. Зря вы поссорились. Ты мне учились думал, что ли? Мы выяснили. Кто прислал вам и записку, и фотографию, это Марго сделала. Правда, зачем вы не выяснили? Какую записку? Какие фотографии? Из-за которых твой отец с Мариной поссорился. Как Марго? Почему Марго? Да потому что Марина всегда была против меня, я разозлилась. Стой, куда ты пошла? Объясни. Получается, у Анадимки все вранье, что ли? Это была месть? Это случайно произошло. И когда выходила из больницы, Марина видела с этим мужиком. Она радостно говорила ему, что беременна. И представляла уже, как будет Олег рад. Вот я сфотографировала их, и отправила записку, якобы они любовники. Но зачем? Да потому что я хотела, чтобы мы поженились. Меня и так все ненавидели. И твои родители тоже. Еще эта Марина масло в огонь подливала. Она тебе даже денег дала на аборт. Вместо того, чтобы заставить тебя женить на мне. Так, я же тебе говорил, что Марина не знает, зачем нам нужны деньги. И вообще не хочу, чтобы ты делала аборт. Не надо никакого аборта. Я думала, что я беременна, но врачи сказали, что я ошиблась. Но мы все равно с Антоном поженимся и у нас будут дети. Так, так, молодежь, молодежь, подождите. Может, прежде чем детей-то рожать, вы школу закончите, а? Да. Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Мы с Мариной из-за тебя лишились ребенка. Я не хотела, правда. Простите меня, пожалуйста. Он мне как сказал, что Марину выкидешь, так я вообще чуть с ума не сошла. От таблеток нажрала сетикой. Простите меня, пожалуйста. Мам! Тихо, тихо, тихо! Не надо все на девчонку сваливать. Ну и что теперь делать-то будете? Поеду к Марине. Буду прощения просить. Можно я с вами поеду, пожалуйста? Можно я объясню ей все? Ты для начала вот с врачом объяснись. Через год у Олега и Марины Калмогоровых родилась дочь. Антон и Маргарита расстались. После окончания школы Марго уехала в другой город. Представляют. В тот день детектив Лукин приехал в соседний город в командировку. Я хозяйка этой гостиницы. Меня зовут Анна. Очень приятно. Меня Игорь зовут. Очень приятно. А ваш номер направо. Спасибо. Господи, что там случилось? Простите. Там что? Я зашла в номер, а там... Лиза! Что там такое? Даша не прибралась? Позвольте я посмотреть. Даша! Даша! Я вас попрошу здесь ничего не трогать. Кто эта девушка? Это Даша. Наша горничная. Она что, мертва? Мертва я уже несколько часов. А как вы смогли это определить? Вы кто? Я частный детектив. Надо полицию вызывать. Угу. Да я же просил ничего не трогать. Ой, это же эспандер Вадима. Положите на место. Кто такой Вадим? Может и не его. Вадим? Это мой сын. Но вот к этому он не имеет никакого отношения. Я вас попрошу выйти. Через полчаса Лукин встретился со следователем Приваловым и узнал первые подробности дела. Ну и что там с девушкой? А девушка убита между часом и двумя часами ночи. Падение с высоты своего роста. Скорее всего ее толкнули, она упала. В результате удара об угол стола разбила голову. Я так понимаю, это ваша горничная Дарья Приходько? Да. Что она делала в отеле ночью? Не знаю. Она вечером должна была уйти домой. У нее не было дежурства ночью. Вам знакома эта вещица? Да. Это вещь моего сына Вадима. Он главный администратор. У нас семейная гостиница. Он мог находиться в номере? Вадим следит за порядком в номерах. Проверяет работу горничных. Ну может быть он и заходил в номер еще до того, как дошел. Как Даша упала. Где сейчас находится ваш сын? В институте. Так позвоните ему. Абонент временно недоступен. Он выключил телефон, потому что у него лекция. Разберемся. Идите в свой кабинет, ждите меня там. Оставшись одна, Анна Павловна пыталась дозвониться до сына. Телефон. Телефон. Телефон Вадика до сих пор выключен. Я звонила на кафедру. Он сегодня не был в институте. Ой, Господи. Господи, неужели с ним что-то случилось? Ну а если он виноват? Избежал. Нет. Не виноват он. Я это знаю. Анна Павловна, я узнал, что… Олежка. Такое несчастье. А ты сегодня… Ты сегодня Вадика видел? Нет, его не было в институте. Вы только не плачьте, хорошо? Я уверен, что Вадька объявится и все объяснит. Дашу, конечно, очень жаль. Спасибо тебе, Олег. Там с трубами на первом этаже что-то. Надо проверить. Да-да, конечно, я все сделаю. Вы только не плачьте, хорошо? А вы тоже здесь работаете? Да, я старший администратор. Знакомьтесь. Это Лукин Игорь Петрович, честный детектив. Олег, друг Вадика, он учится на одном курсе. Очень приятно. Я могу с вами поговорить? Вы не возражаете? Ну да-да-да, конечно. Скажите, Олег, вы Вадима последний раз когда видели? Вчера вечером, часов около восьми. В номере, где обнаружили тело Даши, нашли резиновый спондер Вадима. Вадим был в этом номере? Может быть и был. У них с Дашкой Роман был. Скажите, а в каких отношениях Вадим с вашей горничной Лизой? А Лизка здесь при чем? А Даша с Лизой дружили? Послушайте, у нас всего две горничные. Ну, я не знаю, дружили, не дружили. Извините, мне работать нужно. Анна, вы знаете, что у Вадима и у Даши был роман? Да какой там роман, так? Они же взрослые люди. Но Дашка и Вадику не пара. Она сирота, воспитывалась в детдоме. Вы сами знаете, какие там изломанные детки. А Вадим студент, спортсмен. Его ждет прекрасное будущее. Ну, надо же было мальчику с кем-то, правда? Уж лучше с Дашкой, чем с девкой с улицы. Сюда иди-ка! Я тебя спрашиваю, где это сволочь? Да что там еще? Где это сволочь? Где этот подонок? Я убью его! Так, мужик, успокойся и не ори! Так, 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 что здесь происходит? Ты что ли папаша этого урода? Я тебя сейчас морду начищу. Какого урода? Мне только что из полиции позвонили, сказали про сестру. Это Вадька ее убил. Пять месяцев дурил девке голову. Обещал жениться, а потом грохнул. Жениться? Да не мог Вадик такого обещать. Так ты что ли мамаша его? Как вы смеете? Так, прекратите дебоширить, иначе я полицию вызову. А ты меня не пугай, я сейчас сам полицию вызову. Чтоб Вадьку вашего в тюрьму закатали, понятно? О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой! Давай-ка мы с тобой отойдем и поговорим. Ну пошли, коль не шутишь. Я Дашку сразу предупреждал, чтобы она не связывалась с этим. Чистоплюем. Потому что он ей не пара, такой никогда не женится. А только по матросе ты бросит. Тебя как зовут? Федор. Федор Приходько. А по батюшке? Иваныч. Вот что, Федор Иваныч, меня зовут Игорь Петрович Лукин. Я частный детектив. Вадим пропал. Мы пока не знаем, где его искать. Я все равно его найду. Гадом буду, с того света достану. Детектив Лукин приехал по делам в соседний город и заселился в гостиницу. В это же время там находят труп горничной Даши. Хозяйка гостиницы, Анна, просит детектива разобраться в этом деле. Лукин выясняет, что у Даши и у сына Анны, Вадима, был роман. Но поговорить с Вадимом не удается. Он исчез и телефон у него выключен. Вечером в номер Лукина неожиданно пришла горничная Лиза. Заходите, протирайте. Лиза, скажите, а вы с Дашей дружили? Ну, какие у Даши отношения с Вадимом? Ну, она Вадьку любила. А он ее бил. Бил? Ну, ударил по лицу. К постояльцу приревновал. Ей тогда сразу сказала, бросай ты его, потому что если он сейчас тебя ударил, потом только хуже будет. Ну, она сказала, раз бьет, значит любит. Скажи, вот Олег и Вадим, они хорошие друзья? Ну, не знаю, хорошие или нет, но дружат, да? А тебе кто больше симпатичен? Вадим или Олег? А какая вам разница, кто мне нравится, а кто нет? Ну, хорошо, хорошо. Лиза, вы сами где были в ту ночь, когда Даша погибла? Моя смена закончилась в десять часов вечера, я переоделась и ушла домой. Да. Федор Приходько, тридцать лет, образование неполное и среднее. Часто меняет место работы, подолгу нигде не задерживается. В данный момент работает сторожем на автостоянке на Полярной улице. Так, вот что, Ань, значит пусть Коля тебе замедет ко мне в гостиницу, а сам пусть ездит на эту автостоянку и установит наблюдение за Федором. Да, мы уже в дороге будем через два часа. Странная история. Детектив Лугин ввел помощницу Аню в курс нового дела. Вы думаете, что Лиза убила Дашу, а потом сделала вид, что нашла ее труп? Ну зачем? Ничего я не думаю, но установить, кто из ребят и когда покинул гостиницу стоит. Экспертиза показала, что смерть Даши наступила между часом и двумя ночи. Лиза сказала, что ушла домой в десять часов вечера. А какое впечатление на вас произвел Олег? Надо бы на нем тоже понаблюдать. Он явно что-то знает, но не договаривает. Да, вот вам хозяйка гостиницы выделила номер с Колей. Игорь Петрович, я, пожалуй, еще поработаю. Надо побольше узнать об этих ребятах. Ну давай, давай. Завтра в десять жду. До самого утра Николай вел наблюдение за Федором Приходько. Большое спасибо за сотрудничество. Да. Доброе утро, Игорь Петрович. Надеюсь, ничего за ночь не произошло? Ничего. Только следователь отказался меня ознакомить с результатами экспертизы. Очень грубо. А так все нормально. Да, Коля звонил. Скоро приедет. Да. Доброе утро. Спать хочу, как собак. Давай, рассказывай. Федор со стаеньки не уходил. Сбегал в магазин за бутылкой и пил всю ночь в самом старшевом вагончике. Под утро сменщик пришел, и Федор тут же в этом вагончике-то и уснул. Коль, на ключи от номера поспи. Игорь Петрович, я, кстати, поговорила со своим приятелем из компании сотовой связи. Он помог пробить номер мобильного Лизы и проследил за ее передвижениями за вчерашний день. Так вот, в момент убийства Даши Лиза была в гостинице. А я знал, что так и будет, а? Коля! Коля! Все, давайте спать себе в номер, а то здесь заснешь. Ладно, с Лизой я сам разберусь. Аня, ты поезжай в институт, где учатся Вадим и Олег. Хорошо. Игорь Лукин нашел своего преподавателя по школе милиции Анатолия Горелова и попросил о помощи. Да знай я этого следователя. Мальчишка-сопляк, а опломба выше крыши. Ну а мне что, с ним драться, что ли? Ты меня тут жди, я сейчас все узнаю. Ань, ну что, там есть информация? Да, я поговорила с преподавателями и студентами. Все говорят, что Вадим отличный парень, прекрасный студент, спортсмен, профессионально занимается легкой атлетикой и, кстати, подает большие надежды. А Олег? Олег учится на платном, денег не хватает, ищет все время какие-то подработки. В общем, ему даже место в общежитии всем курсом выбивали. Так он что, в общежитии живет? Ну да, хотя прописывал в квартире у матери, отца у него нет. А какие отношения у Олега с Вадимом? Ну, один парень мне сказал, что Олег и Вадим спорили за какой-то девушкой, они называли ее Дашкой. Понял, спасибо. У твоей Дарьи Приходько перед смертью был половой контакт. Между прочим, она беременна была, восемь недель. Вот она как. Ты найди эту сволочь, Игорек. Найди. Не может безнаказанно ходить по улице тот, кто убил беременную женщину. Я постараюсь, Анатолий Петрович. Я очень постараюсь. Игорь Петрович, наконец-то. У меня деньги пропали. Сто тысяч. Они лежали в сейфе в кабинете. Триста тысяч. Вчера вечером, когда я закрывала сейф, все деньги были. А остальные двести на месте? Да. А вы не допускаете мысли, что деньги мог взять Вадим? Вадим не мог ограбить родную мать. Мой сын не убийца и не вор. А у кого еще есть ключ от сейфа? Или там кодовый замок? Нет, замок обычный. А ключ только у меня. Может, вы плохо знаете своего сына? Вот вы мне сказали, что у него с Дашей ничего серьезного. А вскрытие показало, что девушка была беременна. Как беременна? Ай, Вадька, ай, дурак. Я же предупреждала никаких беременностей. Так вы знали, что Даша беременна? Да вы с ума сошли? Вы что думаете? Это я ее? Да меня вообще здесь не было. Я была в ресторане. На дне рождения у подруги. Хотите, проверяйте. Да я вас ни в чем не обвиняю. Я просто задал вопрос. О, боже мой. Добрый день. Ана Павловна, вам плохо? Нет, нет. Все в порядке. Спасибо, Олег. Давайте я вместо Вадима поработаю. Его же нет. Ну, в смысле, пока нет. Спасибо. Не нужно. Я справлюсь. Детектив Лукин приехал по делам в соседний город. В это же время в гостинице находят труп горничной Даши. Детективы узнают, что хозяйка гостиницы Анна была против связи ее сына Вадима с простой горничной. Однако вскрытие показало, что Даша была беременна. Лиза, а вы почему меня обманули? Ведь вы этой ночью были в гостинице. Это определили по местонахождению вашего мобильного телефона. Я не ушла домой, потому что Олег в этот вечер задержался. А я хотела поговорить с ним. Я закончила работу и ушла в подсобку. У нас там есть диванчик. Значит, Олег задержался. Ну, и дальше что было? Я прилегла и неожиданно уснула. А когда проснулась, был уже час ночи. Я подумала, что Олег уже уехал и спустилась вниз, чтобы ехать домой. И увидела их Олега и Вадима. Потом Вадим ушел. Я подошла к Олегу, но он сказал, что устал и едет домой. И не стал разговаривать. А Олег влюблен в Дашу. А вы его ревнуете. Ну да. Ревную. Но я не убивала. В ночь, когда убили Дашу, в гостинице были все трое. И Вадим, и Олег, и Лиза. У Анны алиби. Я позвонил в ресторан. Действительно, гости засиделись до двух часов ночи. Анна из зала не выходила. Лиза мне рассказала, что Вадима и Олега она видела в гостинице в час ночи. А Олег сказал, что они в гостинице с Вадимом виделись в восемь вечера. Выходит, Олег врет? Игорь Петрович, я только что была в общаге у Олега, и смотрите, что я там нашла. Олег живет в комнате с соседом, но соседа сейчас нет. Выходит, Вадим был у него в комнате в общежитии? Ну, это еще ни о чем не говорит. Вадим мог бывать там и раньше. А вот за Олегом наблюдение установить стоит. Так что поехали. О, вот он, в такси сел. Похоже, что парень не бедствует. Ну, давайте в машину и за ним. Приехав в поселок Северный, Олег отпустил такси и вошел в дом. Такие тут мысли. Что, полицию будем вызывать? Ну, мы же не знаем наверняка, что Вадим там. Надо что-то придумать. О, есть у меня одна идея. Чего тебе? Здравствуйте. У меня в бачке омывателя жидкость закончилась. Можно мне налить водички? Ну, проходи. Почему бы не помочь такой красивой девушке? Спасибо. Игорь Петрович, я Вадима в доме не видела. Камеру поставить не удалось. Я подкинула прослушку. Ну, что ж, это хорошо. Послушаем. Выспался? Как раз кстати. Тебе надо бежать, иначе тебя посадят за убийство. Куда мне бежать? Лучше сдаться полиции. Вот пусть меня посадят, пусть. Но я Дашку не убивал. Да твой крик все слышали, и я его слышал. И все знают, что ты ее бил. Так а ну-ка, постой, постой. Я только сейчас начинаю понимать. Ты слышал, как мы поругались. Значит, ты был рядом. А потом, когда я ушел, это ты ее убил. Ну что, похоже, наш выход. Аня, оставайся здесь. Пошли, Коля. Ты твой, я тебе сказал, я тебя убью. Да ты сейчас сам вслед за Дашкой пойдешь. Тихо, тихо, тихо. Ищики поганые. Пошли. Пойдем, Вадим, я тебе все объясню. Как же я повелся. Тварь. Какая же ты тварь. Ты с Дашей был в номере. А потом вы поссорились. И ты ушел, так? Да, я спустился вниз на ресепшн. Я ждал, что она пройдет мимо, и мы с ней поговорим. Но она все не шла. Я начал психовать, а когда я психую, я все время разминаю руку эспандером. Эспандер я оставил в номере, а я подумал, что если я поднимусь к ней, ну, типа эспандер забыл, ну, и помирюсь с Дашкой. Даш, ну, прости, я не хотел. Дашка, ты что, ты чего это? Вадька! Вадька, ты что, сдурел? Ты же убил ее! Я никому не скажу. Я помогу тебе. Трус. Какой же я трус. Я подумал, что если лучший друг мне не верит, то что скажут все остальные? Это Олег предложил тебе здесь укрыться? Да. А вот и деньги нашлись. 75 тысяч. Тайник был по подоконникам. Так банально. Деньги-то ты зачем украл? Я любил Дашу. А этот спал только с ней. Решил Дашу уговорить с тобой уехать, да? Для этого деньги понадобились? Да. Тем более, сделать это было просто. Ключ от сейфа всегда лежал в кармане костюма Анны Павловны, в котором она ходила в гостинице и переодевалась, когда уходила домой. Ты услышал, как Даша с Вадимом поругались, увидел, как Вадим ушел из номера, а сам туда вошел. Да. Вадик! Вадик? Зачем тебе Вадик? Он не любит тебя, он не женится на тебе никогда. Поехали за мной. Поехали, я люблю тебя. Давай уедем, мы будем счастливы. У меня есть деньги. Дашенька, Дашенька. Дурак, что ли? Посмотри на себя. Ты подметки не годишься Вадику. Я люблю тебя. Ну вот встань ты от меня, дурак. Ах ты. И тогда ты решил Вадима подставить? Да, я нашел эспандер Вадима. Сперва я предложил ему помощь, сказал, что помогу ему спрятаться. А потом, когда понял, что меня самого могут привлечь в полицию за укрывательство, я предложил ему бежать. И тогда ты сам позвонил бы в полицию и сдал бы его. Или убил бы. Олег в камере ждет суда. Вадим по-прежнему помогает маме. Лиза из гостиницы уволилась. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Меня зовут Антон Морозов. Меня подставили. Теперь я в розыске и без этого маскарада передвигаться не могу. Так вы что, в таком виде обратно пойдете? Давайте я вам грим поправлю, а то так вы только внимание привлечете. Буду вам очень признателен. Присаживайтесь. А вы расскажите, как вас подставили? Кто? Я работаю аниматором Пандой. У ресторана Пандой Потапович. Вчера позвонил мужик. Представился дежурным администратором. Сказал, что на работу могу не выходить. Ресторан закрыт на спецобслуживании. А позвонил вам на мобильный? На домашний. Но я обрадовался в какой-то веке выходной. Потом раздался звонок на мобильный. Разбудил меня. Смотрю, Зойка звонит. Это официантка у нас работает. Кричит, говорит, у тебя полиция едет. Кто-то ограбил бизнесмена возле входа в ресторан. В костюме панды. Сейчас еще ноги в руки и к тетке. Ну, не самый лучший вариант. На самом деле, родственников в первую очередь проверяют. Да нет, у тетки хаты съемная. Она уехала на 10 дней на похороны. Ключи мне отдала. А вы кого-то подозреваете? У кого? Напарника своего. Пашку. Потапыч, который. Он влюбился в нашу администраторшу и чтобы ее отшпилить, пообещал ей кольцо с бриллиантом. Ну и машину. Напишите номер Пашки вашей тети официантки Зои. Ну, Зойкин и тетке номер я напишу, а Пашкин не вспомнил. А мобильный я включать боюсь. Ничего страшного. Мы по имени и фамилии найдем. Так, вы сейчас помолчите. Я вам губы поправлю. Спасибо вам большое. Я пойду. Очень на вас надеюсь. До свидания. Значит так, Наташ, надо будет найти номер этого Паши и попробовать узнать место, где он сейчас находится. Мы с тобой пока в ресторан. Угу. Весет, пожалуйста. Спасибо. Зоя, здравствуйте. Меня Алексей зовут. Это я вам звонил. Ой, я так рада, что он к вам обратился. Ведь это значит, что он не виноват, да? Ну, конечно, он не виноват. Он бы никогда... Ну, приседьте. А вы что, так хорошо его знаете? Ну, мы с ним... В общем, он мой парень. Зоя, вы позвонили Антону. Вы видели ограбление? Да. Через окно видела, как панда напал. Телохранитель и бизнесмен аж согнулись от боли. Потом грабитель убежал в соседний дом в последний подъезд. Но в полиции я сказала, что он уехал на машине. Я ведь думала, что это Антон. Хотела выиграть время. Зоя, вы понимаете, что дача ложная пока... Вы не умничайте. Я могла ошибиться. Может, мне показалось. Да ладно, вы не нервничайте. Вот вы на кого работаете, на того и работаете. Здравствуйте. Ты почему сидишь с клиентами? Здравствуйте. А это мы ее попросили. Анжела Ивановна, управляющая рестораном. Пожалуйста, помогите ему. Я его очень люблю. Анжела Ивановна, мы расследуем разбойное нападение, которое произошло у вас около ресторана. Ой, как хорошо. Вы не представляете, как мне важно найти грабителей и сохранить лицо заведения. Пойдемте ко мне в кабинет. Да, конечно. Ты пока информацию здесь проверяй. Бизнесмен, которого ограбили наш постоянный клиент. Он заказал банкет на 50 персон с ведущим звездой. счет составил около 500 тысяч рублей. Он позвонил вчера утром и сказал, что приедет с оплатой в течение дня. А кто знал, что с деньгами он приедет на сегодня? Я. Вы же понимаете, что кто угодно мог подслушать у двери кабинет. Здесь такая слышимость. А кто вызвал полицию? Наш охранник. А где он был во время нападения? Отходил в туалет, как он сказал. А полиция его задержала. Возможно, подозревается в участии. А кто главный подозреваемый? Ну, конечно, Антон Морозов. Аниматор, который работает в костюме панды. Я им и адрес его дала, и номер мобильного, но схватить его не успели. А записи с камеры наблюдения у вас изъяли? Да. И сумку, в которой хранился костюм панды, тоже. Спасибо. Извините. Да. Алло, Алексей Викторович. Замки на чердачной двери чужие. Мы сейчас работницы из ДЭЗа, хотели открыть двери, но ключи не подходят. Другие замки стоят. Да. Я думаю, что это грабитель спилил замки и повесил новые, чтобы не привлекать внимание. Вызывай полицию, я сейчас подъеду. Извините. Полиции удалось обнаружить брошенный костюм панды в подъезде, через который скрылся грабитель. И как это у вас получается? Кадры решают все. Мне бы записи с видеокамер у ресторана посмотреть. Ну, с камерами любой дурак найдет. А если серьезно не положено, сами знаете. А если следователь не чай за меня словечко замолвает? Ну, разве что не чай. Докладываю, Алексей Викторович. Последние координаты мобильника Павла были сфиксированы вот здесь. Это за 200 километров от города. Версия клиента подтверждается Павел в бегах. Но если Павел пошел на преступление ради Анжелы, то к Анжеле он должен явиться. С раннего утра Дима занял наблюдательную позицию у квартиры Анжелы Ивановны. Привет, Анжелика. Привет. Вот, как обещал. Нифига себе. Это ж каких денег стоит? Ты где взял? Нравится? Подожди, подожди. Так это ты, пацан безбозглый? Клиента нашего ограбил. Какого клиента? На его денежке колечко куплено. Все, вещдок будет, я в полицию звоню. Подожди, Анжелика. Постой. Какого клиента? Убери ногу и не смей мне тыкать. И вообще с этой минуты ты уволен. Анжелика, да послушай, я же к бабушке ездил, у нее кольцо выпросил. Вот только что вернулся. Хочешь, я тебе билет покажу? Покажи. Вот, смотри. Ты даже не знаешь ничего. У нас возле ресторана клиента ограбили. Рассказывай, что у вас произошло? Какого клиента ограбили? Ладно, заходи. Ты знаешь, у нас просто такое ЧП было, у нас наш клиент... К детективу Алексею Насонову обратился Антон Морозов. Он заявил, что скрывается от полиции, так как его подставил напарник Павел Самохин, ограбивший бизнесмена в костюме ростовой куклы Панды, в котором обычно работает Антон. Детективам удалось выйти на Павла, однако оказалось, что он уезжал из города и даже не в курсе нападения у ресторана. Наташа! Наташа, тебе надо будет съездить к Антону и подробно расспросить его о персонале ресторана. Я все-таки думаю, что это кто-то из своих. Так значит, это не Пашка. Ну, я думала, ты обрадуешься. Да о чем урадоваться? Сколько мне еще прятаться? Ну, если тебе будет лучше в СИЗО, ты можешь выйти, пожалуйста, но полиции ты по-прежнему подозреваемый номер один. О, зефирки, можно? Угощайся. Кстати, Зойка принесла. Зойка? Ну, конечно. Вот вам подозреваемый номер два. Ты что, совсем спятил? Да ты послушай, у Зойки есть дочка. Нагулина и не пойми от кого. Так вот эта дочка недавно на себе кастрюлю с горячей водой опрокинула и обварилась. Да ты чего вообще? Зойка тебя спасла этим звонком, она вон еду тебе таскает, а ты чего? Вставай, давай. Ты мне вопрос задал, а я тебе отвечаю. Так вот этой дочке срочно нужна пластическая операция, а денег стоит немало, сама знаешь. Зойка сирота, помощи ей ждать не от кого. Тем более она про банкет знала и где костюмы хранятся. Ради собственной шкуры решил любимую девушку продать. Да не собираюсь я покрывать вот дешевку детдомовскую. Тем более это она меня любит, а не я ее. Итак, что мы имеем? В день ограбления панда вышел не из входа в ресторан, а появился откуда-то правее. Вероятно, приехал на машине. Значит, костюм панды был вынесен из подсобки накануне. Да, правильно. Антон сдал костюм панды в 22 часа. Отсматриваем вечер перед преступлением. Да. Алексей Викторович, этот Антон перевел стрелки на Зою. Говорит, ее ребенку срочно нужны деньги на операцию. Но ведь у Зои алиби. Ну, клиент утверждает, что у нее мог быть сообщник. Мы проверим. Мы уже проверяем, мы сейчас отсматриваем видео. Да, полиция уже все давно проверила. Ничего мы не найдем. Эта сумка должна быть большая, но чтобы костюм вынести. А здесь все посетители налегке ходят. А может, это кто-то с кухни? Ну, в коробках из-под продуктов вынес? Так, стоп. Вот, посмотри. Вот эта женщина мне не нравится. Ну, я в принципе тоже не разделяю мнение о том, что беременность украшает женщину, но... Все, все, все. Шутка не засчитана. Значит, делаешь скриншот и обрабатываешь. Убираешь длинные волосы, убираешь беременность и накладываешь двунемную щетину. Посмотрим, что получится. Думаете, мужик? А под одеждой костюм панды? Ну, а что, логично. Туда он зашел с шарика под одеждой, а обратно вынес костюм панды. И еще, если преступник это сообщник Зои, то рано или поздно он с ней встретится. Значит, устанавливаем наблюдение за Зоей и распечатаем портрет покажем в ресторане. Может быть, опознают. Наташа и Дима ввели Зою от ресторана. После работы она обходила ближайший к ресторану банкомат. Собрав деньги, Зоя пришла к больнице. Зоя! Привет! Привет! А ты чего тебе делаешь? Да, пришла операцию на пластику дочке оплачивать. А что с дочкой? Соседка моя, баба Клава, которая с дочкой сидит, не доглядела. Она белье по старинке кипятила, Марусь встала на табуретку и вся обварилась. Ты не переживай, сейчас такая медицина, все исправит. Да, да. Но ты-то как? Да я вот, как видишь. Главное, бизнесмену, клиенту. Хоть бы что, глаза промыли и уехал. А у меня вот сильнейшая аллергия, если б не скоро, думаю, вообще кони двинул. А сейчас вот к пластическому хирургу на консультацию приходил. Зачем? Да вот, грабитель кислотой прыснул. Шрамы, конечно, украшают мужчину, но подумал, все-таки как-то... Ладно, Вов, побегу я. Давай, давай. Я так понимаю, это тот самый охранник, Владимир? Да, правильно понимаешь. Странно, откуда он взялся? Такое ощущение, что он специально поджидал Зои. Ну и что? Сразу видно, он в нее влюблен. Диме удалось обработать стоп-кадр беременной женщины с камеры у ресторана. Как и предполагал Насонов, это оказался переодетый мужчина. Ну что, нашла? Да подожди. Сой Борис Налибкова достаточно распространенное имя. Еще. Конечно, не хочется в это верить, но Зоя ради дочки могла пойти на преступление. У официанта как зарплата маленькая, добирает чаевыми, а кредит ей наверняка не дали. Эй, Робин Гуд, меткий стрелок, подкинь-ка мне флешку, я нашла Азоин профайл о помощи. Лови. Опа. Здесь и реквизиты банка, и номер карточки, куда деньги перечислять. Ну а что, хитро придумано. Сообщник кладет на ее счет деньги, а она снимает их с разных банкоматов. И не подкопаешься. Да почему сразу сообщник? Может быть, добрые люди помогли из сострадания. Наташа, ты наивная чукотская девочка. Этот сайт создан для прикрытия. Ограбили и кладут мелкими порциями на счет. Анонимно. О, Алексей Викторович, тут банковские данные о Зоиной карточке. Я попробую через своего знакомого узнать, кто, когда и какие суммы переводил на отчет. На следующий день Дима пришел в ресторан, чтобы показать персоналу фото неизвестного, скрывавшегося под маской беременной женщины. Присаживайтесь. Да, такова моя доля. Вы извините, что я отвлекаю вас от обеда, но это минутное дело. Посмотрите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели этого человека у вас в ресторане? Нет. Подозрение, что Антона Морозова подставил под ограбление его напарник Павел Самохин не подтвердилось. Теперь Антон уверен, что ограбление спланировала официантка Зоя, а помог ей сообщник в женском гриме. И действительно, Зоя сняла в банкоматах крупную сумму, чтобы оплатить пластическую операцию дочери. Я, я. Тоже не можешь. Я получил информацию по Зойному счету. И что там? Ну, весь месяц были небольшие поступления по сто, максимум по тысяче рублей. А сразу после разбойного нападения начались переводы по пятнадцать тысяч рублей. А деньги вкладывались наличными через разные банкоматы. Ну, очень похоже, что это те самые похищенные деньги. Так, ну подождите, что-то не складывается. А что, если грабитель и отец ребенка? Тогда он Антона, как соперника, должен ненавидеть. Ну, вот решил переодеться в панду, чтобы его подставить. Тогда, если ты прав, то преступник только на костюме не остановится. Он постарается подставить Антона по максимуму. Уезжайте к Антону и охраняйте его. Не открывает? Шифруется? Ох, это вы. Вы с ним договаривались? Да. Мы с утра договаривались, что я ему еды привезу, как моя смена закончится. И ума не приложу, что могло случиться. Здрасте. Можно я вот здесь побуду? А что случилось? От полиции сбежал. Спрыгнул с балкона, потом за гаражами спрятался. Как стемнело, к вам прибежал. Замерз как цуцек. А когда они к тебе пришли? Днем. Полицейские позвонили в дверь, сказали, Антон, открывайте, мы знаем, что вы здесь. Вот откуда они знают? О том, что я на съемной квартире у тетки знали только вы да Зойка. Сейчас я следователю позвоню. Ну, как успехи? Поймали грабителя? Мы не поймали. Я думал, вы поймали. И поймали бы. Да стажер мой сплыховал. Балкон не прикрыл и Морозов сбежал. А на Морозова-то как вышли, если не секрет? Анонимный звонок из таксофона. Назвали точный адрес местонахождения предполагаемого грабителя Антона Морозова. А в квартиру попали? А как же. Квартира эта сдается. Вызвали хозяйку, она разрешила осмотреть. Нашли барсетку, прожженную в нескольких местах кислотой. И ты думаешь, преступник оставил в квартире вот такую улику, да? Ну вот мы его и спросим, когда поймаем. Зой, постарайся вспомнить, не приходил ли кто вчера к вам в квартиру? Приходил. Сосед с нежной площадки вчера вечером ругался, что мы его затопили. Молотил в дверь, но я открыла, чтобы он убедился, что у меня все сухо. Это он? Откуда это у вас? Ну я же говорила, что Зойка ни при чем. Она искренне удивилась, узнав на фотографии соседа. Согласен. Версия грабителя отец ребенка Зои тоже мимо. Да, Анжела Ивановна. Здравствуйте. Могу. Сейчас подъеду. Анжела Ивановна приглашает. Говорит, у нее супер важная информация. Два месяца назад Владимир, телохранитель бизнесмена, заказал у нас столик по случаю своего дня рождения. Был недоволен, что их не Зоя обслуживает, а у Зои как раз дочка заболела, и она подменилась. И день рождения обслуживала Настя. И Настя узнала этого вашего на распечатке. Да, это Степан, друг Володи. А Степан все за что-то благодарил Владимира, за какое-то спасение. Я так поняла, что они служили вместе. А неужели вы так хорошо помните всех посетителей в ресторане, особенно два месяца спустя? Нет, не всех. Степан, он взял мой номер телефона, говорил, что влюбился. И ты дала? Ну да. А он позвонил? Нет. Я нашла страничку Владимира в соцсети, но друзей с именем Степан здесь нет. Ну, значит, уже удалил. Нападение организовал Владимир. Он точно знал, когда у начальника везет деньги в ресторан. Как засегдатый ресторан, он мог знать, где находится сумка с костюмом панды. Потом я просто не верю, что он не смог предотвратить нападение. Я уверен, что это все спектакль. И мотив тоже есть. Владимир влюблен в Зою. Следователь, я все это уже сообщил, он делает запрос, часть и служил Владимир. Установление Степана это вопрос только времени. Я уверен, что в костюме панды найдется хоть один волос. Эх, жаль. Владимир мне куда более симпатичен, чем Антон. Может быть, дадим ему шанс прийти с повинной? Здесь я не могу с тобой не согласиться, но клиентов не убирают. Оп! Привет, от тебя. Спасибо. Как дочка? Хорошо. Операция прошла успешно, теперь самое трудное осталось реабилитация. реабилитация. Ну и слава богу. Можно я тебя провожу? А ты меня охраняешь? Или... Или как? Ухаживаю. Извини, красиво говорить-то не умею, но... Здрасте, а вы здесь как? Здрасте. Хочу представить вам вашего спонсора. Это Владимир. Это он перевел деньги на счет. Это он спланировал и провел ограбление бизнесмена вместе с своим армейским другом Степаном Юдиным. Подождите. Давайте отойдем, поговорить надо. Давайте. Извини, я сейчас... Послушайте, я готов за все ответить. Я просто очень люблю Зою, и здоровье ее дочки мне гораздо важнее, чем то, как меня накажут. Только Степа здесь вообще не при делах, это все я. Вы же взрослые люди, вы же должны понимать, что это не шутки. Это уголовная статья, причем очень серьезная. Но у вас-то еще можно понять. А Степан-то каким образом туда попал? Да в армии мы с ним вместе служили. Он там был, как мальчик для битья. Я его буквально из петли достал. Вот и стал ему, как батя. Ну, можно же было, наверное, деньги взаймы взять. Ну, кредит, в конце концов. Да пробовал я. Меня не дали из-за того, что еще один незакрытый висит. А Степке не дали из-за того, что у него смешная зарплата. Вот и влипли. Вова. Вова, я все слышала. Я даже не знаю, что сказать. Вова, ты сумасшедший, что ты наделал, Вов? Спасите же его. В общем так, надо разговаривать с вашим начальником. Если он не будет против, то, наверное, все еще можно решить. Вот мой телефон, позвоните. Я попробую вам помочь. Спасибо. Спасибо. Спасибо! Вова, ну, какой же ты дурак, Вова! Сон. Насонов помог Владимиру и Степану найти хорошего адвоката. Суд, учитывая обстоятельства дела, вынес условное наказание. Владимир сделал предложение Зои, она его приняла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...